Привет всем, кто смотрит канал Сумерки Богов. Это канал для тех, кому небезразлична судьба музыкального театра. Сегодня мы перенесемся за океан, чтобы узнать, как обстоят дела у певцов, которые живут и работают в Америке. Кстати, вчера Питер Гелп, генеральный директор Метрополитенопера в Нью-Йорке, разослал письмо всем держателям абонементов и подписчиков с просьбой поддержать театр, который и так находится без государственной поддержки. И поэтому он ищет частной поддержки у тех, кому дорог его театр, и намекает на то, что может быть даже и в сентябре сезон не сможет открыть, если люди не поддержат его институцию. Но мы сегодня подробно расспросим певца, который живет и работает в Америке, на проводе Нью-Йорк, бас Михаил Светлов. Здравствуйте, Михаил! Здравствуйте, Вадим! С большим удовольствием я говорю с вами, потому что обычно я смотрю ваши обзоры, ну или записи, там, или интервью, а сейчас очень рад лично с вами разговаривать. Спасибо. Что происходит в Штатах? Какая обстановка? Как настроены люди? Какое у вас настроение? Можете ли вы выходить на улицу или у вас карантин? Мы, конечно, живем не только в Штатах, мы, конечно, вообще во всем мире, конечно, беспрецедентная обстановка сейчас, потому что этот карантин, который объявлен, наверное, в наше время, время нашей жизни мы еще никогда с таким не встречались. Ну, там было когда-то сто лет назад, испанка, был карантин какой-то, но сейчас, когда люди перемещаются по миру, постоянно летают из страны в страну, из города в город, ну и я как оперный певец, естественно, мы постоянно перемещаемся. Конечно, для нас это просто шок. И первое время, когда это все только начиналось, люди даже какой-то, были элементы паники, бросились там в магазины покупать что-то, скупать. Ну, таких пустых уж совсем полок у нас здесь не было, как в Европе, как вот в Германии или там во Франции показывают. У нас бросились покупать воду, все скупили в бутылках, туалетную бумагу почему-то не так, это самая большая загадка, почему именно туалетную бумагу. Она сейчас появилась, все появилось, я вот сейчас пошел в магазин, все есть, ну, немножко просто больше народу там очень, ну, так, 20 минут, ничего страшного. Страшного не происходит. Ну, конечно, маски скупают, вот сейчас там у нас одна знакомая достала где-то там за пределами Нью-Йорка за 35 долларов эту маленькую масочку, вот, хвасталась. Ну, вот есть такие явления, конечно. Ну, сказать, чтобы совсем уж люди были в депрессии, я такого не могу сказать. Конечно, многие самоизолировались, сидят дома и даже еду заказывают онлайн с доставкой, да и бизнесы, конечно, остановлены, рестораны закрыты, театры закрыты. Вот, как для нас, для музыкантов, концертные залы, театры закрыты. Михаил, какие постановки, концерты пришлось отменить из-за всей этой истории с карантином? Митрополитен опера объявил о закрытии сезона, то есть люди, которые приехали, которые участвовали в репетициях, в спектаклях. Вот мой сейчас контракт, я готовился к нему Кате Кабанова в апреле. Отменен. То есть, ну, представляете, да, это, конечно, в общем-то, катастрофа для многих оперных певцов. Особенно те, которые приехали сюда из других стран, или посажены были на карантин, или сейчас вынуждены уехать. Ну, в общем, конечно, это неприятно все. Вот, ну, особенно первые дни, когда все это объявили, было, конечно, неприятно. Ну, потом как-то люди немножко успокоились, в принципе, полного карантина нет, продовольственные магазины открыты, парки открыты, никто парки не закрывал, там, пляжи открыты, то есть, в принципе, можно ходить, гулять. Ну, вот сейчас полиция издала, губернатор издал приказ, чтобы люди дистанцировались друг от друга, не, как сказать, не ближе, чем на два метра, даже в парках, потому что в Манхэттене, например, люди выбежали все в центральный парк гулять. А, представляете, такое количество народу все в одно место собирается. Поэтому даже специальный приказ издали, чтобы люди не сближались, чтобы исключить возможность заражения. Ну, вот такие мероприятия. Ну, я, конечно, у меня дома есть всегда чем заняться. Вот, я учу новый репертуар свой, который я давно уже отложил и хотел что-то выучить для себя. Вот, поэтому, ну, мы же оперные певцы, мы не только же оперу поем, у нас и камерные программы есть там на разных языках. Вот, сейчас сижу, занимаюсь, в принципе, ну, как, тут даже шутят, слушайте, ну, в общем-то, меры такие, беспрецедентные. Оказывается, надо руки мыть часто. А, оказывается, да, до того дойдет, что, может быть, даже и книги начнем читать. Вот это было бы, конечно, очень, так сказать, необычно для нынешнего вообще поколения. Вот, ну, пока вот такая вот обстановка. Что вы все-таки сейчас учите? Какой у вас материал? Ну, во-первых, я приехал только что недавно из Ирландии, ну, до этого я был там в Казани на Шаляпинском фестивале, я спел «Царскую невесту» и «Борис Годунов». Потом я переехал в Ирландию, ну, этот год, вы знаете, Бетховена, юбилея, и я долгое время тоже готовился к «Фиделио». Вот, наверное, самую большую роль в моей жизни, рокко, я выучил, наконец-то, и спел. Это было совсем недавно, всего месяц назад был последний спектакль. Ну, как бы, на такой волне я приехал сюда, в Нью-Йорк, готовиться к этому следующему своему контракту Кате Кабановой. Вот, ну, и вдруг все еще вот так вот остановилось, потому что следующая работа у меня должна быть тоже в «Метрополитен» «Огненный ангел» Прокофьева. Но из-за того, что все остановилось, администрация не работает, все, то есть, пока даже непонятно, что будет, как, что это будет. Этот сезон, может быть, просто продлят или его просто отменят. В общем, трудно сказать, что будет. Поэтому я сейчас занимаюсь камерными программами. У меня вот, ну, у меня довольно большой репертуар камерный. Ну, помимо моих русских программ, я всегда мечтал о таких вот смешанных программах. И даже у меня была такая программа, я совместил мюзикл американский и оперу. У меня была программа, которая называлась «От оперы до Бродвея», за которую я даже грант получил здесь федеральный. Вот. Ну, как бы в продолжении этого, я люблю очень американский мюзикл, но такой вот, который подходит для моего голоса, который, там, сороковые, пятидесятые годы. Там, South Pacific, там, ну, «Скрипач на крыше». Вот сейчас новую я для себя открыл, это «Desert Song», там, ну, потрясающе. Вообще, удивительно, вот эта вот метаморфоза, которая произошла с американским мюзиклом, когда оперные певцы с великолепными голосами пели в тридцатые, сороковые, пятидесятые годы. Одно наслаждение сейчас, вот в Ютьюбе можно это все послушать. И вдруг как-то все это как-то измельчало, ну, вроде как постановки, конечно, хорошие были сами по себе театральные, но вокально вдруг это стало все как-то, какой-то такой, голосочки такие появились, да. Ну, то есть хорошо вроде актеры выглядят, но как-то нам хочется как-то пение все-таки послушать, понимаете. Ну, допустим, если взять пример из прошлого, вот когда знаменитый мюзикл «Саус Пасифик» ставился, то продюсеры решили пригласить оперную звезду Этью Пинца в те годы, значит, «Метрополитен Опера» блистал, великолепный пас, и пригласили его на роль вот этого Эрика, значит, француза, ну, на прослушивание. Представьте, в те годы, да, пригласить, ну, как, я не знаю, с кем сравнить, ну, скажем, там, с поворотти, да, пригласить на прослушивание человека, ну, вышел он там куда-то, там, в какое-то помещение, там, организовали, и он стоит на сцене, а продюсеры в зале тоже сидят и молчат. Ну, Пинца молчит на сцене, они в зале молчат, и, наконец, Пинца говорит, «Ну, хорошо, мы что, будем молчать, или все-таки давайте споем что-нибудь?» Ему из зала говорят, «Вы приняты». Им нужно было только послушать звучание его голоса в диалогах, потому что диалоги нужно было произносить. Но так как он по-английски это сказал, этого было достаточно. Ну, вот мы имеем премьеру в South Pacific, когда пел знаменитый оперный певец Пинца, американского музыкала. Вот эти все соображения, как-то вот сейчас, тем более я, когда сейчас дома нахожусь на таком самокарантине, вот они меня одолевают. Вы ощущаете сейчас себя в этой ситуации, что вам чего-то не хватает, что вас обделили? Не знаю, какое-то есть ощущение, что жизнь неправильно течет? Ну, нет, конечно, есть. Я, конечно, так все это с юмором рассказал, но, в принципе, конечно, у нас в Нью-Йорке назначено концертное исполнение оперы «Набукку» в конце мая. Непонятно. Будет, не будет. Большая очень продукция. И, мало того, я сразу после этого концерта, прямо в этот же вечер, должен лететь в Германию, на постановку «Набукку» же в Эрфурте на фестивале. Тоже непонятно. В Германии, как поведет себя, отменит ли, не отменит ли. Конечно, это все неприятно для меня. Это все неприятно. Я, конечно, себя уговариваю, что я могу что-то друг другим заниматься, но, конечно, это моя основная оперная работа. То, чему я учился, это самое главное дело моей жизни. Ну, это, конечно, очень портит настроение, Вадим. Вообще-то, приятного в этом мало. Вот. Я надеюсь, что все-таки мы эту жизнь не остановим. Вот. И что все-таки, наверное, наверное, как-то надо продолжать жить. Надо как-то, наверное, все-таки, ну, там, больных лечить, да, а здоровые должны работать, в принципе. Вот. Так совсем останавливать всю жизнь во всех странах, по-моему, это неправильно. Вот. Поэтому я надеюсь, что здравый смысл возобладает и все-таки возобновят работу и все бизнесы, и все театры возобновляют в скором времени. Я на это надеюсь. В первую очередь надо надеяться, что эпидемия, конечно, пойдет на спад и будет меньше случаев заболеваний, тогда, конечно, все будет проще. Но вы скучаете по зрителям? Потому что, мне кажется, зрителям уже немножко надоело слушать оперу в записи, и всем явно уже хочется живого звука. Ну, я на это надеюсь, что именно вот это вот, именно в этом будет здравый смысл. Что все-таки опера – это живое искусство, и всем захочется слушать живые голоса. Ну, даже, видите, да, я еще не сказал о том, что я преподаю и даю уроки, вот сейчас онлайн. Вот сейчас после нашей беседы у меня сразу начнется урок онлайн. Ну, это тоже можно, конечно, преподавать онлайн. В принципе, хороший результат. Но все-таки нужно время от времени встречаться, потому что преподавание и живым, живой голос тоже нужно слушать иногда. Вот, поэтому, конечно, хотелось бы, чтобы живое искусство не умирало, чтобы записи как бы не убивали желания зрителей пойти в театр и послушать. Я думаю, в любом случае нас ждет целиком цифровое будущее. Вот, но пока мы еще не отучились ходить в театр. Ну, поживем, увидим, к чему это приведет. Михаил, спасибо вам большое. Скажите на прощание пару слов зрителям канала «Сумерки богов». Вот не хочется прощаться. Я хочу, чтобы все-таки интерес к опере, к оперному искусству не умирал. Вот, чтобы вы продолжали свои обзоры. Нелицеприятно. Иногда, конечно, я понимаю некоторых артистов, которых вы критикуете. Вот, но это ни в коей мере не отвращает публику, а наоборот, мне кажется, привлекает. Потому что, если брать примеры, например, 19 века оперного искусства, ну, вот у меня есть какие-то сборники статей, там, ну, или там до 20 века начала, то там тоже такие были очень критические статьи, очень даже нелицеприятные. Но, тем не менее, интерес публики не ослабевал. И такие разборы, они, ну, как-то воспитывали, что ли, не знаю, образовывали людей. Нам, вот, по-моему, сейчас не хватает образования. Потому что сейчас-то публика, даже когда она рукоплещет, не факт, что они понимают тому, чему они рукоплещут. Так что ждем вас в Нью-Йорке, когда все это закончится, конечно, всю эту болезнь мы преодолеем. И ждем ваших обзоров. Спасибо вам большое за интервью. Спасибо вам, всего доброго. Пусть все скорее закончится. Спасибо, что сегодня вы были с нами. Подписывайтесь на наш канал здесь и в Телеграме. Помните, мы всегда говорим вам только правду. Мы экономим ваше время и ваши деньги. Будьте здоровы и до новых ежедневных встреч на канале Сумерки Богов. Ну, все. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok